Тверь отметил 887 день рождения. День города проходил на 15 площадках. Основные – горсад, театральная площадь, набережная Афанасия Никитина и Степана Разина. В общей сложности праздник посетили порядка 100 тысяч человек. Но первым, как обычно, на площади Михаила Тверского появился пост исторической памяти. С этого мероприятия началось праздничное утро. Это уже сложившаяся тверская традиция. В День города здесь всегда проходит церемония возложения цветов к памятнику святому благоверному князю Михаилу Тверскому с участием главы Твери, депутатов, делегаций, которые приезжают на праздник. Торжественная церемония открытия состоялась на театральной площади. Здесь также по традиции выдающимся жителям Твери были вручены региональные городские почетные награды за добросовестный труд, развитие волонтерства и благотворительность. Мы все видим, что наш город в целом преображается, становится удобнее для проживания. И не случайно, в день, когда мы празднуем его день рождения, мы поздравляем и чествуем тех людей, которые особо отличились на его благо. Это те люди, которые своим трудом, своими поступками пишут современную историю нашего города. Десятки тысяч жителей в день рождения родного города вышли на улицы. На театральной площади весь день шла концертно-развлекательная программа. На Советский развернулся город мастеров. Для любителей чтения на бульваре Радищева была организована литературная парковка, мастер-классы, книгообмены, летние читальни от библиотеки Герцена. Некоторые считают, что бумажный носитель куда-то исчезает, но могу сказать по себе, что обожаю бумажный носитель, никогда не сравнится для меня с бликующим экраном ноутбука. На противоположном берегу Волги в зоне отдыха набережной Афанасии Никитина проходил фестиваль «Тверь. Молодежная столица». В течение дня здесь проходили турниры по баскетболу, волейболу, настольному теннису, спортивные мастер-классы и открытые тренировки. Наши спортивные клубы, наши муниципальные школы – это та опора, которая позволяет, несмотря на такую сложную ситуацию политическую в спорте, оставаться на высоте. Также на фестивале работала площадка для сдачи норм ГТО. Она традиционно привлекает большое количество горожан. Центр ГТО и сам комплекс ГТО настроены на полиализацию массового спорта, и поэтому здесь может попробовать каждый желающий свои силы и узнать, сможет ли он осилить нормативы ГТО и получить знак. Это здорово, потому что всем нравится наша площадка, и все принимают участие в комплексе ГТО. Специально ко дню города в Твери были организованы новые праздничные площадки. Так, например, в парке Дворца творчества детей и молодежи впервые прошел большой детский праздник с пеной и мыльными пузырями. Здесь организованы для них различные увеселения, батуты, праздничная танцевальная, песенная программа, ну и, конечно же, всякие активности, которые дети наши очень любят. Скоро здесь появится новая детская площадка, которая уже монтируется. Основание для нее уже готово, в ближайшее время все будет уже сделано. Приглашаем всех детишек нашего города в замечательный детский парк. Вечером на театральной площади, казалось, собрался весь город на главной сцене праздника в рамках первого всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма. Хороша родная выступили звезды российской эстрады, группа Любе, фабрика Виктория Дайнека и Алексей Филатов. Завершающим мероприятием для города стал праздничный фейерверк. Над Волгой 7 минут гремели залпы высотой до 150 метров.